Хэй-хэй, здорово народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хэлплей, надеюсь у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что мы с вами сегодня вновь отправляемся сражаться со злом межгалактического масштаба в игре под названием Стражей Галактики, эпизод 4, ТЕ КОМУ ТЫ НУЖЕН! Продолжаем решать не только вопросы со злом, но и вопросы со взаимоотношениями между нашими героями. К чему это приведет? Никто не знает, но чай, может быть чай скажет нам ответы, а перед этим, чтобы он сказал ответ, надо его выпить. Брать чай, за ваше здоровье. А, Кузнадам, так что, что ты говоришь, чай? Что? Неразборчиво, чай говорит неразборчиво, у него плохо с дикцией, так что возможно в другой раз. Ну а мы продолжаем, ребята. Кхм-кхм. Продолжаем четвертый эпизод. Четвертый эпизод. Стражей Галактики. Да, всего лишь от этого зависит наша жизнь. Оцепись, черт, С2, я это выброшу. Я жертвую своими запасными ножами и мечами. Сколько у тебя мечей? А ракета не хочет отдать ни одной своей пушки. Да, но зацени. Я сказал, выбрасываем все, это великолепно. Нет, это великолепие нельзя выбрасывать, да. Это слишком ценные вещи, чтобы отправлять их на свалку. Видишь? Квилл понимает ценность хорошего оружия. Ну и правда, на самом деле это пригодится нам. Серьезно. Они не понимают. Имущество бессмысленно. Все, что имеет значение, это кровавый след, который остается после уничтожения тех, кто причинил нам зло. Ого! Ну и картина. После того, чтобы вместе пережили, Квилл, я все выбросил. Даже вещи, напоминавшие мне о возлюбленных Камаре и Ховат. Вы знаете, в чем дело? Там был перевод, короче говоря, в общем, что мы вместе пережили и все такое, да. Ну, вы поняли там, да? Так, я тобой горжусь, конечно. Я горжусь, что ты нашел себе силы сделать это, приятель. Эти вещи не были тяжелыми. Ну, спасибо, что выслушал. Хоть кто-то меня слушает. Вот видите, Дракз взял и выбросил все свои вещи. Берите с него пример. Зачем? Разве не наш лидер должен подавать нам пример? Ты слышал, Грут? Кажется, Дракз теперь наш лидер. Я лидер? В твоей комнате все еще полно сувениров, Питер. Раз я теперь лидер, я приказываю вам всем преклонить передовые колени. Нет, нет, просто... просто хватит. Сейчас я покажу вам, как надо, ладно? Я пойду в свою комнату и выброшу кучу своих личных вещей. Да, заходи, детка. Ну, приятель, с чего начнем? Так, их очень расстраивает то, что нужно выбрасывать свое имущество. Как насчет этих вещей? Почему в этих вещах столько эмоционального веса? Все мои вещи ценные. Я потратил много денег на это все барахло. Ну, не на это, это я украл. Тогда ты просто можешь купить еще. Мне нужно еще об этом подумать. Кажется, я многому могу у тебя научиться. Одна вещь, которую я понял о стражах, это то, что никто здесь не поступает разумно. Ладно, приступим. Выберите сувениры, которые вы хотите сохранить, а осмотреть. Ну-ка. Это мне дал Йонду. Не знаю, чтобы он почувствовал, если бы узнал, что я отправил это на свалку. Йонду как-то странно выражал свою привязанность. Да, он был не похож на остальных. Нет, оставим. Только мысли по-настоящему важны. Трофей. О, и это для меня очень много значит. Моя первая охота на раджаки. Помню, как будто это было вчера. Я занял первое место, когда поборол огромного... Кажется, кто-то врет. Последнее место. Приз за участие. Ха-ха-ха. А, бросить. Получи приз зрительских симпатий. Так, что еще есть? Ух, сколько всего. Да это же ничего не весит, лол. Фото. Фотография. Мы с мамой. Оставь ее. Она мало весит, но много значит для твоего сердца. Да, я оставлю ее. Нет, я его оставлю. Но это бред. Кроме того, он почти ничего не весит. Да, это идиотизм. Выбрасывать она вообще не весит. Ладно, посмотрим, что у нас здесь. А, гантели, я все не занимаюсь. Ха-ха. Это мой набор гантелей. На случай, если тебе интересно, откуда у меня такое мускулистое тело. Хе-хе-хе. Они помогают мне расслабиться. Да ладно, это мы еще купим, лол, брось. Мне надо сохранить все однокровие в стрессовой ситуации. Мой игрушечный бластер с земли. Когда я был маленьким, повсюду его с собой таскал. Брось. Эта игрушка заслужила свою службу, но с тех пор я дорос до настоящего оружия. Никаких замен. Боже. Как неудобно, когда хочешь выпендриться перед телочкой, но не получается. Мечта о бейсбойной команде. Стражей только что превратилась в прах. У меня никогда не было никакого имущества. Я бы хотела иметь хоть что-то, что можно выбросить, чтобы помочь команде. Давайте ей дадим перчатку. Вот. Ты можешь сама начать коллекционировать всякие безделушки. И потом посмотрим, легко ли тебе будет выбросить их, чтобы спастись от гигантского чувака. Спасибо, Пидор, это лучший предмет моей коллекции. Бейсбольная перчатка. Лучшая бейсбольная перчатка из всех, что я видела. Смотрите и следуйте примеру. Кажется, несколько вещей ты оставил. Только самое необходимое. Думаю, в нашей ситуации лучше на скорую руку, чем вообще никак. Вообще-то я удивлен, а что он хоть что-то нашел. Мое эго растет, как на дрожжах. Ладно, поскольку ты не полное ничтожество, я выбрасываю оружие. Ладно, я выброшу свои мечи. Я есть Грут. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, оставь. Вот ведь печально слышать, наверное, это как бросить близкого человека. Нет-нет-нет-нет, это надо оставить. Договорились. А как насчет этого? Смертельная ловушка! Он появился тут! Как он сюда проник? Наверное, следовал за нами в пещерах. Вот почему не стоит дружить со странными существами. Не-не-не, души, избавься от этого. Но он такой... Но он так одинок. Оставим его, а мы не можем выбросить. Мы оставляем его, разговор окончен. Ладно, что еще можно отправить на свалку? Ну, кажется, у Мантис тоже что-то есть. Не знаю, о чем ты. Штука, которую я тебе дал на выброс. О, я это пока оставлю. В смысле? Ну, ты же сказала, чтобы быть частью команды. Извини, но это мое. Да, отдать свои вещи. Вежливо откажусь. Ха-ха, сука! Пусть Жутиха оставит ее, Пит, боже. Он явно не хочет, чтобы я оставляла прихватку. Бейсбол. Отлично, просто отлично. Ладно, мы все поступили правильно и выбросили кое-какие свои вещи. И теперь мы лучшие друзья, но я хочу кое-что напомнить. Магнитофон. Я все рассчитал, и эту штуку надо выбросить. Ракета. Так мы слушаем музыку, и так я делюсь своим сокровенным. Это действительно странно, и все такое, даже несмотря на то, что мы выбросили кучу вещей, все равно нам этого недостаточно. Для пущей безопасности надо это выбросить. Мы, если что, сделаем новый, переделаем. К тому же его же встроили в корабль, да, как-то намутили. Найдем что-нибудь. Слетаем на землю, достанем старый пэр. Ладно, ты победил. Сегодня мы провожаем последний путь музыку. Дракс! Нихрена себе! Ха-ха-ха, нихрена! Нихрена себе! Она мертва! Итак, учитывая, что мы выбросили эту штуку, избавились от остального хлопа, и у нас есть резервный двигатель, и должно получиться выбраться отсюда. Пора в путь. Сейчас или никогда. После того, как мы с Грутом установим двигатель, который ты нашел. Да, сразу после этого, именно. Ну что ж, ладно, хорошо. С музыкой все это можно решить, ребят. И с алкоголем. Готов выскочить из этого лангуста? Моторы включены, Пит. Теперь нам остается только, эээ, выбрать выход. Эээ, ты намекаешь? Да, это черт мясной туннель. Мы можем выйти или со стороны рта, или сзади. Я... Есть Грут. Грут не хочет вылетать из задницы гигантского червя. Мы уже повернулись в сторону кишу... Хватит об этом говорить! Так оно называется, что поделать, это есть кишка! Я голосую за рот, мы уже знаем, что Милана, эээ, влезает туда. Мне не очень-то хочется застрять у этой твари в пасте, ой, в жопе. Ох, фу, поверить не могу, что мы теряем время на это, спора об этом. Вот в чем проблема этой команды. Нет, мы уйдем через задницу! Через задницу! Учитывая, сколько странностей мы встретили в этом месте, не удивлюсь, если... Так, мы едем через задницу, через задницу, обнаруженный маршрут. Потому что там пасте и все такое, он будет видеть, как мы вылетим, а там мы сможем вылететь незаметно. Через задний проход. Мы выходим через зад. Через кишку, Питер. Произносится кишка. Какой начитанный дракц. Это работает? Это будет ужасно. Нам никогда не удастся очистить корабль после этого. Просто вытащи нас живыми, пожалуйста. Нет проблем, мы выберемся отсюда быстрее, чем ты скажешь. Взрывная диарея. Ха-ха-ха, хорошо. Не сварение? Хорошо. Чёрт, парни, выпустили шанс. Ладно, мы никому об этом не расскажем. Вселенная должна услышать об этом славном дне. Великий побег стражей через кишку. Потрясающе. Вперёд, команда. Что? Что? Как он даже реагировал? О, боже, звучит так, как будто бы кто-то возвращается с добавкой. Ладно, ладно, я слышу тебя. Кажется, один из наших новых блестящих двигателей сам собой выключил в зоне микроргиозного выхода. Можно им не... можно же починить? Конечно же, да. Просто вскарабкайся на крыло и снова включи его. Я? Ну, я на это не подписывался. Да, ты типа один из всех умеешь летать, поэтому это будешь ты. Ладно. Ладно, я здесь. Можешь, может, ты приостановишься, чтобы я мог это сделать? И позволь гигантскому голодному монстру снова напасть на нас? Я так не думаю. Слушай, я просто наклоню корабль, и ты сможешь обойти крыло. Готов? Подожди, я её раз, два, три. Боже, ну и безумие. Внимание, гигантский червяк-монстр. Хорошо, Пит, я всё сделаю, как надо, держись за что-нибудь. Подожди, ракета, не смей. Нет. Я успел. Как успею, я квилл, ты всё ещё с нами? Да, держусь. Хорошо, когда доберёшься до двигателя, тебе нужно будет всего лишь нажать большую мощь, мигающую кнопку сбоку. Справишься? Хорошо, ракета, думаю, я справлюсь с простой задачей. О, твою мать. Эй, эй. Так, ну, давайте, отпихивайтесь. Он пожирает себе подобных. Мы пока ещё живы, квилл. Оно вернулось, ракета, вмажь ей. Ракета. Питер, я думала, ты починил двигатель. Да, и поверь мне, он всё ещё работает. Это не двигатель, это... Что, как это может протекать? Как что может протекать? Внутренние компенсаторы. Кто-нибудь, помогите мне управлять этой чёртовой штукой. Так, хорошо. Блин, ну и драйв, ребят. Хороший, хороший, эээ, хорошая часть эпизода. Я не понимаю. Компенсирующий гель просачивается внутрь корабля, когда могло произойти. Да, один или два, червя могли проникнуть внутрь. Тут пусть кто-нибудь разберётся с ними, пока корабль не развалился на части. Давай, дерево, мы мирно разрешим ситуацию с помощью ножей. Хе-хе-хе. Я есть грудь! Ни хрена себе, несколько! А это его просто пнули. Неплакая булава! Да сколько их? Последний! Слушайте, а мы нашего-то не убьём, который... Хотя наш бы не напал. Так, всё стало ещё хуже, да? Я есть грудь! Что он хочет? Пожертвовать собой? Ракета, вперёд! Наступи на него! Как думаешь, Квилл, что я делаю? Твой маленький дружек повредил двигатель в лесу, а вес пассажиров по-прежнему... Велик, подожди! Дракс, что ты... Это мой шанс, Питер. Защитить свою новую семью. Сделать то, что я не смог сделать для Хобот и Камарии. Я сказал дочери найти меня. И вот я здесь. Я пойду сражаться один. И распарю это чудище от пасти. До заднего прохода. Ему не поздоровиться. Квилл! Нужно срочно что-то предпринять! Корабль разваливается на части! Пожалуйста, Питер. Дай мне это. Дракс. Дракс. Скажи, что надо делать. Нажми на кнопку, как только я буду внутри. Я позабочусь об остальном. Спасибо. Моя семья будет гордиться. И я расскажу им о своем лучшем друге, Питере Квилле. Задай-ка этому уродцу хорошую трепку. Нет, чертества. Я просто убью его. Блин. Умри, ничтожество! Что бы ты ни сделал, задача выполнена. Оу, ты в порядке. Отличная работа, приятель. Я есть грудь. В чем дело? Что случилось? Ты в порядке, Питер? Где Дракс? Нет. 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 Питер, где Дракс? Он умер героем. Из-за него мы все еще здесь. Что это значит? Он выскочил из воздушного шлюза, чтобы замедлить эту тварь. Нет. Что он сделал? Он ушел? Нам надо вернуться. Держись, держись. Мы не можем вернуться. Мы очень медленно тачимся. Значит, так помогаешь нам держаться вместе, запускать одного из нас через воздушный шлюз. Нас ждет долгий путь забвения. Забвение. Отсек ангара. Очень жаль Дракса, но мне почему-то кажется, что он выживет. И появится там, не знаю, через эпизод или что-нибудь такое. Или в следующем сезоне, если он будет. Выглядит грубовато, да? Воняет еще хуже. Тебя и корабль. Я не был уверен, о чем идет речь. О тебе или о корабле? Да, наверное, ты прав. Нет проблем, которых не решит хороший душ или три сотни. Не знаю, Пит. Это может быть такая вонь, которую не смоешь. Я имею в виду, ну ты понимаешь. О, черт, Пит, Дракс. Я имею в виду, я знаю, что это было нелегко, но... Это было верное решение. Он хотел убить воина. Без его жертвы мы, возможно, не... Я знаю, ты это знаешь, но... Ладно. Смерть воина. Ты этим себя успокаиваешь, да? Так лучше. Господи. Слушай, ну хватит. Развы глаза, ракета. Если ты не заметил, здесь теперь на двух сторожей меньше. Дай-ка назад. Я просто думала, что у нас есть лидер, который будет сражаться за нас до последнего, за всех нас. Он хотел спрыгнуть, чтобы спасти нас. Что здесь так трудно понять? Трудно понять, почему ты разрешил ему это сделать. Пожалуйста, злоба зашкаливает. Дай, я скажу еще один раз, дамочка, остынь. Это ты остынь. Я никуда не пойду. Не надо. И он сделает то, что должен был. Хватит, прошу. Меня не радует то, что Дракса больше нет. Но я рад, что я все еще дышу. Порадуйся хоть немного тому, что мы все еще можем стоять здесь и вести этот идиотский спор. Я верила, что Питер защитит всех нас. Блин, охренеть Драксу, это было важно бабе не понять такого. Это... Он жил так, он воспитан так. Это их природа. Я не мог... Это... Не объяснить. Я не могу спасти всех. Ни один лидер этого не может. Мы занимаемся опасными вещами. Я знаю. Но в этот раз у тебя был шанс. Это невыносимо. Ваш конфликт зашел слишком далеко. Слишком много злобы, негодования и печали. Каждого из вас переполняет боль. Я не могу находиться рядом с вами. Если ваши разногласия зашли так далеко, почему вам просто не уйти? Ну? Потому что мы семья. А семью не бросают. Типа Дракса ты не бросил. А Дракс типа не бросил нас всех там. Ты не успокоишься, пока мы все не отправимся к праотцам. Быть рядом с вами для меня слишком больно. Спасибо, что освободили меня и научили, что тот, кто кричит громче всех, обычно прав, но мне пора. Поехали. На. Нас становится все меньше. Это своеобразный рекорд. До этого дня она была прикована к нам. Две минуты свободы, мы ее уже не устраиваем. Я есть грудь. Я странным образом горжусь собой. Ты прав в одном, Питер. Мы одна семья. Но Танос тоже был моей семьей. Иногда жить в семье напрягает. Поэтому желаю удачи. Я понимаю. Если тебе надо идти, что ж, иди. Спасибо, Питер. Берегись тебя. У меня есть для тебя одно слово, Пит. Ой. Я есть грудь. Я есть грудь. Что, зачем ты это сделал? Что, что он сказал? Грудь, ну хватит. Я есть грудь. Он уходит. Он покидает нас. Я грудь. Питер? Питер, а как же я? Но почему? Да, объясни нам причину своего эгоистичного поступка. Я есть грудь. Он говорит, что не хочет оставлять Мантиц в одиночестве. Я есть грудь. Что, у меня есть ты? Я есть грудь. Он знает, что такое остаться последним представителем своего вида и влачить свое жалкое существование. Я есть грудь. И он знает, как важно найти кого-то, кто о тебе позаботится. Я есть грудь. Я есть грудь. Он говорит, что я должен остаться и присмотреть за тобой. Я есть грудь. Вот же, он говорит много грустных вещей. Я тебя люблю, приятель. Я есть грудь. Я есть грудь. Прощай, мой друг. Я есть грудь. Я есть грудь. Иди сюда. Блин, как-то грустно. Да, давай, уходи. Почему бы и нет? Грудь. Грудь. Кто знал, что у деревьев такие любящие сердца? Ну и придурок. Я правда буду скучать по этому дереву. Да, я тоже. Ну что ж, Ракета, ты, наверное, тоже уходишь? Почти. Думаю, я еще побуду с вами кое-какое время, да. Но ты же сказал, что хочешь уйти. Я знаю, что я сказал. Я просто рассматривал варианты. Имею право. Я знаю. И что теперь? В такой момент остается сделать только одно. Бармен, две порции смертельной мешанины, пожалуйста. А, у нас же этот парень чуть-чуть. Втроем будет лучше. Твои лучшие идеи за долгое время. Восемь или девять кругов, и отправляемся на поиски халы. Ходят слухи о жестоком нападении Кри над Барри Пять. Или над Барри Ви. Миллионы числятся погибшими. Привет, Пит. Я нашел ее. Окей. И на этом, ребята, конец. Блин. Блин. Блин, как было грустно. Но мы закончили очень оригинально. Я и восемь процентов игроков закончили вот так. Так, ракета остался стражем. Гамора ушла. Дракс умер. Грут ушел. Горно уничтожен. И Небула умерла. О, черт. Ну, это было важно отпустить его. Я... Нет, трудно объяснить. В общем... Последнее приключение. Вы еще 78% игроков отправились в поход. Ну, почему бы и нет. Нет смысла ей было посещать больницу. Мы знаем, что наша мама в любом случае умрет. Это последние воспоминания, последние минуты, которые могли с ней провести. Поэтому, почему бы и нет. Я считаю, что это было решение правильным. Размилка на дороге. Вы еще 25% игроков отправились с ракеты. Я отправился с ракеты для того, чтобы поддержать его. Так, он отправился один, и ему нужна была помощь. Мало ли там, что случилось. Там их все равно была группа, так что... Ну, это интересное решение, так как его сделали меньшинство. Я люблю делать решения, которые делают меньшинство. Великий побег. Вы же... И вы еще 63% игроков вышли через заднюю часть гигантского червя. Что тут объяснять? Это безопасно. Безопасно. Я... Дилемма Дракса. Вы еще 76% игроков помогли Драксу принести себя жертву. А, вот здесь совсем не оригинальное решение, как я думал. 76% игроков дали Драксу умереть. Но, понимаете... Он жил так. Это их природа. Это не просто его решение. Это их природа. Это их раса такая. И для него это важнее, чем остаться в живых. То есть, для них лучше умереть вот так вот, чем жить там трусливо. Ну, вы понимаете, да? То есть, это такая сложная дилемма. И она... Да, конечно, жить это хорошо, но в этом случае это момент исключения. Короче, я сам не рад этому решению, но оно было правильно, как бы странно это ни звучало. Встреча с червем. Вы и 83% игроков завершили игру, приобретя нового друга. Это классно. Черзь, это зашибись. Я рад, что он остался с нами. 4% игроков отнеслись к червю враждебно, и 12% сбежали из желудка червя. Вот. Ну, большинство оставило. Это классно. Мне кажется, с ним будет много забавных вещей. Что ж, ребята, продолжить. Жмем. Нам сейчас скажут, что... Покажут что-нибудь из следующего эпизода? Нет, нет. Ну, а впереди есть пятый, последний эпизод, на превью которого вся команда в сборе и даже Дракс. Единственное, кого мы здесь не видим, это нашу очень чувствительную мадам и червя. Ну, я не знаю, мы, наверное, сделаем перерыв и пройдем Minecraft Story Mode, там новый эпизод, и потом вернемся к Стражам Галактики и пройдем пятый эпизод, а пока переварим все, что с нами случилось. В общем, ребята, ждите, охренительный, охренительный сезон, мне он очень нравится, четвертый эпизод, прям за душу взял. Вот, посмотрим, просто ли это превью или нет. Короче говоря, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, есть группа ВКонтакте, группа в Стиме, есть и я ВКонтакте, есть канал на Твиче, там проходят прямые трансляции. Все ссылки в описании и под видео, не хворайте, не болейте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok